здравствуйте и мы снова с вами продолжаем нашу виртуальную экскурсию по тульскому кремлю тем кто к нам только присоединился присоединяйтесь если кто кому-то неинтересно продолжайте заниматься своими делами а мы с вами дошли до башни ивановских ворот это тоже проездная башня прямоугольная как вы наверное уже заметили по картинам по картинкам которые мы до этого показывали почти все башни венчаются деревянными куполами также эта башня венчается деревянным куполом но интересно то что у этой башни еще была перед ней маленькая башня то есть вынесена вперед стрельницка среди стрельница об этом доказывает лишние дубовые ворота то есть не самые дубовые ворота которые не сохранились до наших времен а место где они находились это тоже для того чтобы укрепить и улучшить оборонную способность этой данной башни интересно то что как именно к этой башне со стороны этой башни пришли к нам полчища монгола татар под предводительством под руководством девлет гирея когда пыль осела рассеялась то защитники тулы увидели невиданных ранее животных конечно же был страх но страх быстро прошел и это было не лошади не слоны а были это верблюдо как раз он пришел с многочисленным войском в гарнизон остался немногочисленный так как московский князь собирал и прослышал про то что монголы татары собираются наступать и тульский гарнизон почти весь ушел на подмогу московскому князю но все равно тулики целые сутки держали оборону и хотя эти дубовые ворота в этой башне были пробиты но девлет гирей внутрь никак не мог попасть и подоспели уже войско московского князь князя и разгром был завершён именно вот именно около тихо около этой башни около этих ворот вот каждая башня уже мы на третью проходим с вами каждая башня имеет свой маленький секрет поэтому попасть внутрь в одну башню сказать что уже можно попасть внутрь кремля это ничего не значило то есть оборонная способность была была очень хорошо хорошо обустроена была укреплена кремлю и еще хорошо то что внутри нашего кремля ни разу не было ноги врага